Тревожность Здравствуйте, я Антон Деркач. Вы смотрите видео, в котором я буду говорить о тревожности. Итак, что же такое тревога? Хорошо это или плохо? Тревога – это реакция организма на то, что мы считаем опасным. Чем больше всего мы считаем опасным, тем больше мы тревожимся. Тревога возникла и закрепилась в ходе эволюции как защитный механизм. Организм приводится в состояние повышенной готовности, он готов к любой опасности. Благодаря этой способности древний человек мог догнать добычу или убежать от хищника. Тревога прошли тысячелетия, а тревога все так же помогает нам быть в тонусе, чтобы эффективно справляться с разными экстремальными ситуациями. Изменилось, однако, то, что человек научился мысленно, без внешнего стимула вызывать у себя тревогу и поддерживать это состояние, накручивая в голове тревожные мысли. Тревога бывает адекватной, вызвавшим ее обстоятельством, а может быть повышенная или пониженная, причем плохо отклонение в обе стороны. Если человек с повышенной тревогой переоценивает опасность, то человек с пониженной тревожностью может бездействовать даже тогда, когда опасность действительно существует. Тревожность бывает ситуативной и личностной. Ситуативная возникает в ответ на опасные обстоятельства, а личностная сопровождает человека на протяжении всей его жизни как фон. Каждый из нас обладает своим уровнем естественной напряженности. При повышенной тревожности учащается сердцебиение, возникает потливость, холодеют конечности, повышается тонус мышц, могут возникать предобморочные состояния, крайняя степень тревоги – паническая атака. В этом случае все эти симптомы выражены в наивысшей степени, вплоть до потери сознания. Разные направления психологии по-разному объясняют причины возникновения тревожности и предлагают разные способы борьбы с ней. Здесь я не буду подробно говорить об этом, это тема отдельной лекции, но все-таки некоторые моменты проясню. К повышенной тревожности могут приводить неоправданно завышенные требования родителей. В этом случае ребенок вырастает перфекционистом и очень болезненно переносит, когда, став взрослым, не соответствует завышенным стандартам. В этом случае стоит пересмотреть запросы к самому себе и освободить себя от обязанности всегда быть лучшим. Важно понять и принять тот факт, что невозможно быть безупречным всегда и во всем. Позвольте себе ошибаться. Повышенная тревожность возникает еще и тогда, когда однажды, попав в переделку, мы начинаем неосознанно тревожиться всякий раз, оказываясь в похожих обстоятельствах, хотя там может быть совершенно безопасно. Существует четыре данности, отрицая которые, можно бесконечно увеличивать свою тревогу. Бессмысленно пытаться игнорировать законы Вселенной, отказываясь принять вечные истины и живя вопреки им. Принятие этих данностей, о которых я расскажу в следующих видео, позволит вам создать крепкий фундамент умиротворения и спокойствия. Интересно, а как вы справляетесь с тревогой? Ответы пишите в комментариях. С вами был Антон Деркач. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.